Добрый день, уважаемые зрители, слушатели подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский и Оксана Маркеева. Добрый день. Здравствуйте. Оксана – адвокат. По печально знаменитому делу сети положено добавлять запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Оксана, вы представляете в деле интересы Дмитрия Пчелинцева, который получил самый большой срок – 18 лет. Все верно. А почему именно к нему применена такая жестокая мера? Я думаю, что эта цифра очень многих сподвигла к тому, чтобы заинтересоваться этим делом, принять какое-то участие. Почему такой срок? Мне достаточно сложно судить. Все ребята получили достаточно большие сроки. От шести до восемнадцати. От шести до восемнадцати, да. Я так думаю, что это все-таки связано с той обстановкой, которая на сегодняшний день в нашей стране, к сожалению, сложилась. Почему-то по какой-то непонятной для меня причине нашу определенную структуру бояться, когда молодые ребята объединяются в какие-то социальные проекты, ведут активный образ жизни, да, не являются безучастными, с обостренным чувством справедливости, и они хотят сделать так, чтобы в России было намного лучше, да, я так думаю. Но государство у нас почему-то боится на сегодняшний день такой активности и приветствует ее только под эгидой общественных организаций, да, различного толка, которые именно придерживаются там позиции правящей, скажем так, партии. Партии и правительство. Поддерживают линию партии и правительства, как когда-то говорили. Вот вопрос, который появляется, наверное, у многих людей, о чем, собственно, занимались эти уже осужденные, я так понимаю, молодые люди, если к ним применяется термин организация? У них была какая-то практическая деятельность, из-за которой к ним предъявлены претензии были? Я считаю, что претензии абсолютно надуманы, абсолютно сфабрикованное дело, ни о какой организации какой-либо там речи идти не может вообще, потому что ребята из различных, можно сказать, тусовок, как они говорят, да, то есть кто-то анархических взглядов, кто-то антиавторитарных, да, ну, так называемые леваки, да, но они, нельзя сказать, что они прям вот дружили, были сплоченные и там именно интересовались политикой и к чему-то стремились. Нет, такого не было, просто собрался определенный круг знакомых, которые между собой когда-то либо взаимодействовали, или взаимодействовали в момент их ареста, но почему-то они не понравились сотрудникам правоохранительных органов, но и они к тому же были очень удобной мишенью, в связи с чем это? Значит, у нас, почему я в самом начале-то сказала, что государство как-то относится к объединениям различным социальным молодых людей очень негативно, да, если они не продвигают политику партии, там, или, как вы сказали, правительство, да, здесь речь идет о том, что где-то в десятых годах очень сильны были движения на нацистов, скинхедов, да, мы часто слышали, что нападали на граждан там неславянской внешности и так далее. Ну, не только нападали, убивали вот в Москве, да, и в том числе печально известное у нас дело адвоката Маркелова и журналистки Бавурина, да, то есть они вот эти все моменты имели место быть. В тот момент государство обратило внимание на неонацистов, да, на скинхедов, на лиц, которые занимались, с моей точки зрения, противоправной деятельностью, да. Сейчас государство обратило свое внимание на противоположную сторону, то есть сейчас мы не слышим и не видим такого бурного развития националистического движения, да, где-то там что-то слышим, но очень краем уха. Но вот леваки, так называемые, да, анархисты, антиавторитарии, они сейчас на подъеме, проявляют свою гражданскую позицию очень активно, но и в конце концов там та же либертарианская партия, да, они все примерно одних взглядов. Поэтому привлекли внимание государственных структур и наличие зарегистрированного оружия, увлечение страйкболом и левые взгляды послужили причиной. Да, левые взгляды, а когда мы говорим об организации, о любой, ну, политической, а уж тем более организации, которую обвиняют в каких-то террористических приготовлениях, наверное, должна речь идти о какой-то программе. И вот из материалов, которые публикуются, отделе, сети, складывается впечатление, что в ходе следствия никакой программы у этой организации обнаружено не было. Так ли это? Очень интересный вопрос. Во-первых, антиавторитарии и анархисты, ну, просто у нас в материалах дела постоянно идет речь о том, что якобы ребята хотели изменить конституционный строй насильственным путем и установить анархическое государство. Ну, понимаете, да. Видимо, не читали отцов-основателей анархии. Как минимум не читали, да. Ну, плохо учили историю, возможно, еще какие-то моменты послужили причиной, потому что у анархистов не может быть государственности как таковой, потому как эти люди абсолютно не противоположных взглядов. Это первое. У нас в материалах дела есть некоторый набор документов, которые в томах у нас, знаете, просто распечатаны, вот листы А4, да, с определенным текстом, и сверху рукой исследователя подписано положение, съезд 2017, там еще что-то, да, вот такие вот документы. Это все приобщено к материалам дела в качестве доказательств. И вот эта совокупность документов, исходя из позиции следствия, была названа органом предварительного следствия сводом сети. В приговоре у нас сводом сети называется уже один документ положения, который на 48 страницах. Ну, это вот такие отклонения небольшие, да, которые вот суд так посмотрел, орган предварительного следствия так посмотрел. Вот как раз это положение и является, по мнению следствия и суда, учредительным документом так называемого террористического сообщества сети. При этом хочу отметить, у нас в обвинительном заключении написано, что Дмитрий Пчелинцев разработал, создал эти документы. С ними ездил по всей стране, в Московскую область, в Москву, в Санкт-Петербург, в Ленинградскую область и так далее. Предлагал неустановленным анархистам ознакомиться с этими документами, принять эту программу и вступить в террористическое сообщество сеть, якобы. Ну, то есть был руководителем? Да, да. Именно поэтому он и получил самый большой срок, первая часть статьи 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, создание организации террористического сообщества. Ну, вот вы сказали, что он ездил, встречался. Это по мнению следствия. Да, по мнению следствия. Вот я в материалах журналистов, коллег, увидел такую цитату из дела. Вы, как специалист, может быть, опровергните или подтвердите. Эта информация, я так понимаю, со стороны обвинения, открываются кавычки, установить квартиру, в которой проводился съезд террористических ячеек сообщества, сеть, а также обстоятельства его проведения, не удалось. Кавычки закрываются. То есть я правильно понимаю, что обвинение не может доказать, что были какие-то проведены мероприятия, которые можно назвать учредительным съездом организации? Конечно, это первое. Второй момент. То, о чем я перед этим говорила, значит, о том, что Пчелинцев якобы ездил в Москву, Московскую область, Ленинградскую область, Санкт-Петербург. Там прямым текстом указано, что ездил на встречу в неустановленное место, в неустановленное время. Встречался с неустановленными лицами, но при этом следствие делает вывод о том, что эти неустановленные лица согласились вступить в террористическое сообщество, так называемое, сеть. То есть кто вступить согласился, неизвестно. Неизвестно. Но известно, что согласились. Ну, что они согласились, да. Да, ну, какая-то логика странная, странная логика. Ну, вот я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что вот этот огромный резонанс, который вызвало дело, он сопровожден прежде всего тем, что люди реагировали прежде всего, наверное, на информацию о пытках, о которых заявляли подследственные. И вопрос очень такой, скажем, юридический, наверное, прежде всего у меня юридический, с юриспруденцией вопрос прежде всего связан. Удалось ли защите добиться того, чтобы в деле факты насилия были как-то зафиксированы? Это как-то проверялось? Какие-то проходили следственные действия, чтобы выяснить, правда ли, что были пытки или нет? Ну, смотрите, в Санкт-Петербурге попроще, потому что общественная наблюдательная комиссия, члены этой комиссии, да, в то время зафиксировали факты причинения вреда здоровью, да, и использования недопустимых методов ведения следствия со стороны правоохранительных органов в отношении фигурантов этого дела. Там непосредственно Филинкова, Шишкина и свидетеля Капустина или Капустина. В данном случае, ну, о Юлиане Бояршине говорят о том, что его просто помещали в невыносимые условия содержания, да, для того, чтобы сломить его психически и физически вот таким вот образом. Но я считаю, что это тоже пытки. У них есть документы, подтверждающие фиксацию, вернее, зафиксирующие вот эти вот повреждения, да, по крайней мере, есть какая-то материальная база, скажем так. Так, документ, в котором все отражено, зафиксировано и более-менее описано, нашло свое подтверждение непосредственно уже даже путем фотографирования, да. Вот в нашем деле, к сожалению, все намного сложнее в силу определенных причин. Значит, во-первых, о том, что к Диме, я буду говорить про Диму, потому что он мой подзащитный, значит, к Диме применялись недозволенные методы, да, то есть его пытали, в том числе электрическим током, но не так, как ребят в Санкт-Петербурге. У них повреждения носят характер от электрошокера. В отношении Дмитрия пытки проводились несколько иным образом, то есть к ногам, к большим пальцам ног привязывались провода, подводились провода, крутили вот определенную ручку и пускали ток через эти провода, через Диму. То есть несколько иначе сделано все было очень профессионально, я бы, наверное, сказала, дабы не оставлять никаких следов. У Дмитрия были следы побоев, и эти следы побоев видела бывшая супруга Дмитрия, Ангелина, и она говорила об этом в суде, вот, но зафиксировать эти следы им не удалось. Понимаете, какая интересная история там происходит. Когда Дмитрия задержали, естественно, начали пытать, как он говорит, да, и требовать, дать те показания, которые необходимы следствию, они были настолько сильны, что Дмитрий принял решение совершить суицид, да, то есть непосредственно попрощаться с жизнью. И подтверждение этому было как раз вот те кадры, которые в печально известном фильме телекомпании НТВ были размещены, где показано, что Дмитрий разбивает крышку бачка унитаза и наносит себе определенные увечья, да, скажем так, раны. Он действительно хотел покончить с собой, как он мне пояснил, у меня не было возможности, я не понимал, то есть его привезли на территорию СИЗО и поместили в отдельном корпусе, совершенно пустом, где больше никого не было, чтобы его крики, видимо, никто не слышал. Там пытали очень серьезно и, естественно, то есть человек, который никогда не сталкивался с правоохранительными органами, который не понимает, за что его вообще задержали, да, то есть непонятно, что происходит, от него чего-то требуют, просто принял решение прекратить это все. Но его спасли, и он надеялся, что вот этот вот момент, когда его спасают медики, хотя бы опишут те телесные повреждения, которые на нем были. К сожалению, медики СИЗО этого не сделали, то есть они зафиксировали только порезы на руках и на шее у Дмитрия, причем, знаете, зафиксировали недостоверные размеры этих порезов, потому что на сегодняшний день, уже имея зарубцевавшуюся ткань, да, эти порезы намного больше, чем те, которые зафиксированы первоначально, как только его обследовали, там, 29 октября, получается. То есть раны были больше, они рубцуются, становятся меньше, и вот в медицинском документе в справке написан, описан размер этих шрамов меньше, чем сейчас есть шрамы, понимаете. То есть это уже недостоверно. Что касается следующих, Дмитрия же дважды пытали, вот именно электрическим током, это было 10 февраля 2018 года, после того, как Дима принял решение, поверил в себя, услышал, что ребята в Санкт-Петербурге тоже рассказали о пытках, и он написал соответствующие письменные показания, и вместе с адвокатом, который на тот момент его защищал, они дали показания, связанные с применением пыток. Показания где? В ОФСБ, в Петербургской области, следователю, и они есть в материалах дела, эти показания, они приобщены. После этого, 8 числа он дает эти показания, после этого, 10 числа, его снова переводят в этот корпус отдельный, где никого не содержат, в ту же камеру, и начинают делать все то же самое. Соответственно, ломают его и психику, и физически, то есть и настрой вот этот вот. Поймите, человек, который находится в СИЗО, он уже во власти государственной структуры, и он, в принципе, вынужден подчиняться тем условиям, которые вокруг него создало государство. Есть правила внутреннего распорядка в СИЗО и так далее. Он надеется, что люди, которые там находятся, служат, выполнят свои должностные обязанности надлежащим образом. Если его били, значит, зафиксируют побои. Если к нему приходили сотрудники ФСБ, значит, это будет отражено, что к нему приходили сотрудники ФСБ. Но, к сожалению, когда мы изучали материалы проверки по заявлению о пытках, было выяснено, что ни одного посещения сотрудниками ФСБ, я имею в виду оперативными сотрудниками, когда Дмитрия пытали, не занесено в карточку учета. Таким образом подтвердились показания всех фигурантов по данному делу, именно в Пензе, о том, что к ним приходили сотрудники ФСБ, оперативные сотрудники, но их посещения не были внесены в соответствующий журнал, карточки движения от следственно арестованных и так далее. Кроме того, из питерского отдела мы запросили соответствующие протоколы допросов, и выяснилось, что, оказывается, вот у нас в карточке написано, что Пчелинцева не посещали оперативные сотрудники, были адвокат, следователь и так далее. Более того, у нас сотрудник Шепелев, сотрудник ФСБ Шепелев в судебном заседании сказал, что я никогда не был у Пчелинцева, никогда его не допрашивал у других фигурантов, у меня не было следственного поручения и так далее, поручения следователя, и я не имел права туда проходить. При этом из петербургского отдела мы запрашиваем документы и находим там протокол, протоколы допросов наших ребят, которые проводит Шепелев на территории СИЗО. То есть, понимаете, и они заверены судом, рассматривающим делом в Санкт-Петербурге. То есть это документы, подтверждающие, что, во-первых, оперативные сотрудники приходили, во-вторых, оперативный сотрудник соврал, солгал непосредственно в зале судебного заседания, дал ложные показания суду, и это подтверждает слова ребят о том, что был свободный доступ сотрудников ФСБ в следственный изолятор. Нет видеокамер, записи с видеонаблюдения, да? Почему нет? Да потому что тот человек, который расследовал, должен был запросить вот эти вот записи с камер видеонаблюдения, а в СИЗО камеры включены круглосуточно. Более того, у каждого сотрудника есть видеорегистратор обязательно, для того, чтобы фиксировать и передвижение, там какие-то инциденты и так далее. Вот, для того, чтобы, я думаю, что есть, или были... Вы запрашивали эти, допустим, видео за какой-то период? Смотрите, значит, Дмитрий написал заявление, да, в котором указал, что пытки были. Следователь Токарев пишет рапорт, направляет материалы военно-следственного отдела, военно-следственного управления, Следственного комитета России по Пензенскому гарнизону. Значит, тот человек, который занимается этой доследственной проверкой, он не запрашивает записи камер видеонаблюдения, он не опрашивает Дмитрия, он не опрашивает его супругу на тот момент, которая могла бы подтвердить, да, те факты, что были синяки огромные. Дмитрий описывал, что у него на животе был огромный черный синяк. Точно так же и Ангелина подтвердила данное обстоятельство. У Дмитрия после первых пыток здоровые зубы, эмаль потрескалась, и не только эмаль, вообще зубы сами по себе потрескались, и на сегодняшний день у него разрушается, понимаете. У него деструкция от стекловидного тела. И мы считаем, что это все последствия пыток Токарев. Потому что у здорового человека со здоровыми зубами он настолько сильно сжимал кляп, что у него потрескались зубы. Вот такая вот была. Так вот невозможно запросить видео именно того периода, когда предположительно все это происходило. Господин Меркушев не запросил это видео. Господин Меркушев, это кто? Это заместитель следственного отдела, руководитель военно-следственного отдела, который как раз и проводил доследственную проверку по заявлению Дмитрия. Он не запросил видео, хотя Дмитрий настаивал. Он не назначил проведение судебно-медицинской экспертизы. Ведь когда идет речь о том, что человеку причинен ущерб здоровью, и в заявлении об этом указано, что первое должен сделать следователь или дознаватель, то лицо, которое проводит доследственную проверку, он должен установить факт, были ли действительно пытки, были ли причинены вред здоровью, по крайней мере, хотя бы медицинское обследование какое-то провести. Меркушев ничего этого не делает. Понимаете? Он опрашивает следователя ФСБ, он опрашивает оперативников ФСБ, он опрашивает сотрудников СИЗО. То есть тех лиц, которые прямо заинтересованы в том, если действительно были избиения, если действительно были пытки, это лица, которые виновны и заинтересованы в том, чтобы скрыть следы этого преступления. Понимаете? Меркушев запрашивает видеозаписи спустя 9 месяцев после того, как Диму пытали 10 февраля. 9 месяцев. Представляете? Ну, за 9 месяцев, естественно, и синяки, любые там... Да и записи могли потеряться. Записи, да. Ну, официальный ответ, что записи хранятся 30 дней. 30 дней? Да. Таким образом, понимаете, лицо, на которого была возложена обязанность провести тщательную проверку заявления, да, Дмитрий, сделал все, чтобы эти следы замести. Скажем так. Да, печально. Оксана, вот такой вопрос. Вы в одном интервью сказали, что следствие жонглировало вещественными доказательствами в суде. Это вот ваше заявление, ваше мнение, скажем так, или, как защитника, или это удалось как-то зафиксировать в ходе судебного процесса? Ну, конечно, мы это зафиксировали. Понимаете, какая тоже история. Вот я вернусь к тому вопросу, связанному с учредительным документом так называемого террористического сообщества «Сеть» положения. Во-первых, этот файл был на жестком диске Арман Сыгнбаева. И у нас есть протокол осмотра этого жесткого диска, в котором якобы этот документ найден, то есть этот файл электронный. Его якобы распечатали, осмотрели, зафиксировали там, приобщили к материалам дела. Но, когда мы в суде начали исследовать это вещественное доказательство, жесткий диск, он не открылся, он был неисправен. При этом вещественное доказательство хранилось в ФСБ. Аналогичная ситуация у нас вложилась с ноутбуком Ильи Шакурского, в котором якобы обнаружены там целые целые перечни документов, документов, включая якобы протокол вот этого вот съезда сети, да, якобы проходившего в Санкт-Петербурге. Так вот, мы тоже не нашли этого документа на ноутбуке Ильи Шакурского. Три эксперта, три специалиста в судебном заседании, один приглашенный нами, два приглашенных со стороны суда, то есть и в том числе специалист, который присутствовал при осмотре этих файлов, они не смогли ответить, почему в файлах на компьютере у Ильи Шакурского в метаданных, то есть сведениях где там о создании, изменении и прочее, стоят даты, например, 30 октября 17-го года, когда Илью Шакурского задержали 18-го октября и ноутбук был опечатан. А там у нас 30-го октября возникают даты. А потом у нас возник... 30-го октября якобы кто-то создал файл-тона. Да. Или вносил изменения. То следователи, видимо, уже там работали с документами, скажем так. Далее. У нас есть файл положения, у которого метаданные датированы 14-го декабря 17-го года. Уже два месяца после того, как Шакурский был арестован. Понимаете? Мы обратились к специалисту и специалист подготовил соответствующее заключение, в котором зафиксировал все эти факты. Мы привели эти факты в суде. Специалист был допрошен как специалист. Более того, наглядно мы открыли ноутбук Ильи Шакурского, посмотрели еще раз все эти файлы, сравнили те, не те, сходятся, не сходятся. И наши сведения подтвердились. Мы заявили ходатайство о назначении компьютерно-технической экспертизы, чтобы установить, каким образом возникли эти даты в этих метаданных. К сожалению, суд нам отказал. Основываясь на чем? Просто отказал и все? Без объяснения причин? Формальные причины не считают нужным, считают, что все доказано и не требуется установления. И когда файл появился в компьютере неважно. Да, и неважно, в том числе и когда файл появился в компьютере. Вот такие вот у нас доказательства. У нас доказательства есть в материалах дела так называемые НАЗы, негласные аудиозаписи и прослушка Ильи Шакурского, когда он общался по нашему мнению с провокатором со стороны ФСБ Владом Гресько, так называемым Владом Добровольским и он еще у нас допрашивался как секретный свидетель, хотя все знали кто это и с кем идет речь и кто спрятан в другом помещении отвечает по видеосвязи, по аудиосвязи. Здесь, понимаете, у моего подзащитного, у Димы Пчелинцева, ему вменяется в том числе распространение различной экстремистской литературы, хотя это, опять же, с моей точки зрения не доказано. к нему пришли сотрудники ФСБ и потребовали, чтобы он написал записку своей знакомой, свидетель Машинцевой, которой Дима согласился, потому что он, естественно, после пыток не мог, он делал все, что требовали сотрудники, потому что вынести эти истязания было очень сложно для человека молодого, не подготовлены. Для любого человека это сложно, даже для подготовленного. для любого человека. И, получается, заставили его написать записку определенного текста и явились к этому свидетелю Машинцевой с этой запиской с просьбой выдать литературу. Две книги. Во-первых, свидетель Машинцева в документах не подтвердила свою подпись, то есть там в протоколе есть дописка. Во-вторых, Дмитрий никогда не давал эту книгу в принципе никому, потому что эта книга была каким-то образом привнесена, мы не знаем каким, но именно сотрудниками ФСБ и Владом Гресько. Почему я об этом говорю открыто? Потому что мы в судебном следствии установили следующее обстоятельство. У нас в деле в Питерском есть акт об исследовании и сопроводительное письмо на имя вот того самого оперативника Шепелева, Вячеслава Шепелева, о том, что экспертами исследована книга в обложке русский язык 6 класс. и датированные то есть вот эти вот документы началом, по-моему, если мне память не изменяет, январем 2017 года, то есть еще за 10 месяцев до возбуждения уголовного дела эта книга была исследована экспертами ФСБ. Понимаете? Потому что они что-то в датах перепутали документы? я понимаю, там в сопроводительном письме можно перепутать. А вот как перепутать дату, например, Шепелев перепутал девочки, которые регистрируют эти сопроводительные письма, предположим, в канцелярии или в спецчасть. Как эксперты ставят справка об исследовании или акт об исследовании датирован мартом 2017 года, понимаете? И там достаточно большая переписка между ними идет. То есть книга, которая якобы обнаружена у Машенцевой, которую якобы Пчелинцев передал этой Машенцевой или ее другу для прочтения в качестве доказательства, что он распространял какую-то экстремистскую литературу, она исследуется за 10 месяцев до возбуждения уголовного дела. Заблаговременно начали работу по делу. Все логично. мы об и говорим понимаете? И таких несостыковок по делу множество. На каждом судебном заседании возникали какие-то моменты, которые красноречиво говорили о том, что дело шито белыми нитками. У нас приходили свидетели обвинения, которые говорили, что нет, мы этого не говорили. Это следователь так написал. Нам угрожали, наставили к стенке, нас ставили на колени, нас заставляли читать уголовный кодекс и учить эту 205 статью 205.4 наизусть. И требовали, чтобы мы ее рассказали. Это все в процессе происходило? в зале суда. В зале суда свидетели об этом говорили. Понимаете, несмотря на это, мы имеем сроки от 6 до 18. Оксана, вот вопрос неизбежный, когда мы сегодня обсуждаем этот процесс, он связан с публикацией в издании «Медуза», которая сама, вот я могу процитировать, «Медуза настаивает, что дело сети сфальсифицировано и строится на доказательствах добытых под пытками». И при этом опубликован материал о том, что двое людей, которые проходят по процессу в Пензе, проходили причастны якобы к двойному убийству. И вопрос не по содержанию этой публикации, а по скажем так, вашей практике как юриста, как адвоката. Когда-нибудь вы сталкивались с тем, чтобы в случае, если вдруг подозреваемые оказываются замешанные, в другом очень тяжком преступлении, двойное убийство куда тяжелее, бывали ли такие случаи, чтобы следствие правоохранительного органа, не важно кто занимается этим делом, говорили бы, да и бог с ним. Бог с ним, с этим двойным убийством, мы будем продолжать наше дело для того, чтобы, например, не передавать подследственных из одного ведомства в другое. Могло ли бы такое когда-нибудь происходило или нет? Я никогда в жизни с таким не сталкивался. В политике такого не происходило, но я хочу вам с уверенностью заявить, что если бы были хоть какие-то намеки о причастности кого бы то ни было из фигурантов дела сети в Пензе к убийству Артема Дорофеева и к исчезновению Екатерины Левченко, я думаю, что Следственный комитет просто вел бы расследование просто параллельно. Это две разные структуры абсолютные. Они друг от друга не зависят. Ничего бы не мешало Следственному комитету Рязани продолжать это следствие. Никаких помех бы не было. Более того, приезжали следователи, допрашивали некоторых из фигурантов по этому делу, получили исчерпывающие ответы и больше вопросов-то не возникало. То есть уже приезжали из Рязанской области в Пензу. Да, еще до суда. До судебного следствия. Весной 2019 года приезжали сначала оперативные сотрудники, потом следователи и задавали вопросы по этому делу. И после этого у следователей Рязанской области к ребятам никаких вопросов не возникало. Понимаете? Уже я поверьте, ведь элементарно наспех сшитое дело белыми нитками. Мы сейчас с вами долго обсуждали какие там доказательства положены. дело сети. Усилить обвинения вот этим делом, это был бы большой подарок для сотрудников Федеральной службы безопасности. что приходит в голову. Это представляете, то есть если ребят обвиняют как вот там кричат Федеральный канал НТВ там фильмы снимает и прочее РЕН-ТВ о том, что они террористы, что у них было оружие, что они там собирались и хотели свергнуть конституционный строй, а еще и убийства были. Представляете, у нас же везде говорят, в этом деле не было потерпевших. не было потерпевших. Вот и не потерпевшие еще весной 19-го года, что мешало связать точно так же под пытками, заставить их оговорить себя, подписать как у моего подзащитного Пчелинцева заставили написать явку с повинной, что он якобы поджигал военный комиссариат в Пензе, а потом гособвинитель отказался от этого эпизода. в суде, потому что нет доказательств. И здесь точно так же представляете, это действительно подарок. Ну, ссылаются на некую конкуренцию между Следственным комитетом ФСБ и так далее. Нет никакой конкуренции абсолютно. Эти два дела шли бы параллельно, понимаете. То есть одно другому бы не мешало абсолютно, и ребята были бы фигурантами другого дела там Рязанского, предположим, и допрашивались бы как подозреваемые, обвиняемые, и так далее. Это одно другому не мешает абсолютно. Понятно. А тогда последний, наверное, вопрос уже, каков сейчас юридический статус вашего подзащитного и его товарищей? Они осужденными считаются, но у нас приговор пока не вступил в законную силу. Мы его обжаловали в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. К сожалению, жалобы поданы еще не полные, потому что на сегодняшний день у нас не готов протокол судебного заседания, а протокол является одним из видов доказательств по уголовному делу в том числе. И у нас впереди апелляция. А сроки? Сроки зависят от того, когда нам выдадут этот протокол, мы с ним ознакомимся, если будут замечания, подадим соответствующие замечания. Суды шли 8 месяцев, протоколы обширные, большие, допрошено достаточно большое количество свидетелей, специалистов и так далее. Я, знаете, хотела бы, Петр, пользуясь случаем, сказать, что все защитники, я думаю, со мной согласятся, но скажу от себя, но я думаю, выражу общее мнение, считают ребят невиновными не по делу сети и не только потому, что показания выбиты под пытками, а потому, что вина их не доказана абсолютно. те доказательства, которые представлены в материалах дела, помимо признательных показаний, ребят, они, я уже говорю, повторяюсь, не выдерживают критики, потому что те нарушения, которые были допущены при подготовке этих доказательств, те экспертные заключения, которые легли в основу якобы доказательства вины наших подзащитных, они все нами, я считаю, разбиты в суде. Нами представлены рецензии, соответствующие на экспертные заключения. И вот на сегодняшний день уже есть достаточно серьезная реакция на то, что в Санкт-Петербурге в судебном следствии эксперты Минюста не нашли ни экстремистских никаких мотивов, не подтвердили сам факт того, что положение, файл положения является учредительным документом и так далее. К этим же выводам практически пришли наши рецензенты, специалисты, к которым мы обратились с просьбой проверить экспертные заключения, полученные на предварительном следствии на соответствие действующему законодательству и проверить выводы, к которым пришли эксперты. Очень интересные документы. Я планирую в ближайшее время рецензии выложить на всеобщее обсуждение, чтобы общественность могла с ними ознакомиться, и эксперты, в том числе, и адвокаты, защитники, и те люди, для которых это интересно. Потому что действительно и специалист по компьютерно-технической экспертизе, которого мы приглашали, подтвердил внесение изменений в даты файлов, в метаданные файлов, и рецензии соответствующие, и свидетели у нас отказывались от тех показаний, которые были ими подписаны под давлением. Более того, мы в суде просмотрели видеозапись очной ставки Дмитрия Пчелинцева с Максимом Иванкиным и сравнили с протоколом, в котором отражено проведение этой очной ставки содержания. Они абсолютно различны. Абсолютно различны. То есть по объему или по смыслу? И по смыслу, и по содержанию, и по объему все вместе. Удивительные доказательства, понимаете? И несмотря на все это, суд выносит такой приговор. Оксана, ну спасибо вам за информацию. Тут сложно как-то комментировать решение суда, пока еще апелляции. Да, неизвестно, чем закончится апелляция, неизвестно, чем закончится процесс в Петербурге. Спасибо вам за то, что приехали к нам. Напоминаю уважаемым зрителям и слушателям подкаста «Включите звук», что у нас была Оксана Маркеева, адвокат по делу сети. Спасибо, что вы включили звук. Читайте сайт информационного агентства «Росбалт», слушайте и смотрите наш подкаст. Всего вам доброго. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok